На дорогой боевой моей высоте орлую два орла Песню «Два орла» представил Ильнас Минулин. Семиклассник из деревни Новый Буртюк так поразил своим талантом жюри, что ему присудили первое место в номинации вокал-соло младшей возрастной группы. Сам же Ильнас говорит, что песня принесла ему большую удачу. Эту композицию он исполнил и на общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце. Эта песня мне очень нравится. Патриотический дух вызывает у меня гордость за наших бойцов, защитников Родины, чувство благодарности им за мирную жизнь. За исполнение этой песни меня наградили благодарностью штаба управления делами президента Российской Федерации по подготовке и проведению Кремлевской елки и Московской Федерации профсоюзов, а также подарком от телеканала «Карусель». Песня офицера в исполнении Алии Саидгареевой подняла весь зал. Она стала победительницей на только уже в старшей возрастной категории. Любовь к музыке у девушки появилась в раннем детстве. В 7 лет она впервые приняла участие в телевизионном конкурсе «Сулпы Ларх», но призовое место ей не удалось занять. Однако это ее не остановило, а наоборот научила добиваться своих целей. С тех пор я участвую и занимаю победные призовые места во многих конкурсах, как в районных, республиканских, так и во всероссийских. Совсем недавно в феврале месяце я поучаствовала на конкурсе «Роснефть зажигает звезды», который проходил в городе Уфа, где я заняла почетное второе место. Также мне удалось пройти на отборочном туре на галоконцерт. А в этом районном конкурсе я участвую каждый год. Очень отрадно, что в нашем районе проводится много подобных конкурсов. Конкурс патриотической песни «Мой дом, мое отечество» проходит ежегодно. На этот раз в нем приняли участие более ста учащихся. 15 лучших номеров отобрали для галоконцерта, который прошел в Центральном районном Доме культуры. Оценивали ребят по четырем номинациям – соло, дуэт, вокальный ансамбль и хор. Сегодня у нас проходит галоконцерт, патриотические песни «Мой дом, мое отечество», которое посвящено 75-летию Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Мы живую сегодня услышим, будем вдохновляться красивым пением наших школьников. Я надеюсь, что сцена сегодняшнего РДК, которой будут выступать наши дети, это не окончательный вариант. Мы будем видеть в будущем наших детей на больших эстратных сценах столицы нашей республики, в Москве и других городах России. Нужно отметить, что среди вокальных ансамблей и школьных хоров лучшим стал коллектив Куяновской школы. В завершение они исполнили композицию «Защитники Отечества». Анастасия Димирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова